Доброе утро всем. Кто вчера не был? Не был. Хорошо. Кто был, мы кратко повторим. И у вас есть под руками листочки, видите? Можете достать и кое-что записать. В конце, наверное, видите, вот этот квадратик. Вот этот квадратик. Это ключ. Кто знает, если вы не знаете, спросите ваших детей или ваших внуков. Оно вам откроет доступ к восьмичасовой лекции, которую вы можете бесплатно прослушать. Это ключ. Мой сейф. Хорошо? Это мой подарок. Хорошо. Давайте кратко повторим вчера тема. Мы начали с вами. Тема, как реагировать на несправедливость. Мы говорили, что в нашей жизни есть вещи, которые нам просто не избежать. Или даже те вещи, которые встречаются нам постоянно. Мы говорили, допустим, конфликты. Нам встречаются довольно часто. А искушения вообще постоянно. А мы живем вообще в мире несправедливости. Так что я думаю, что смерть, наверное, конфликты, искушения и, конечно, несправедливость. Тем, что мы сталкиваемся постоянно. Если мы это не можем изменить, мы должны научиться на это правильно что? Реагировать. Изменение почти все не в нашей власти. Изменить этот мир не в нашей власти. Но в нашей ответственности, даже не власти, а ответственности, иметь правильную реакцию. И только правильно реагируя, мы можем не только быть не разрушены или не ранены несправедливостью. Но услышьте меня. Но в мире полной несправедливости, боли, искушения и конфликты активно возрастать. То есть они могут быть не только нашей болью, они могут направлены, чтобы сделать нам боль, но они могут быть мощным стимулом для духовного развития. Повторю еще раз. Искушения это территория, где рождается победитель. Искушения, они нас или увлекают на зло, или побеждая, мы, во-первых, приносим славу Богу, духовно возрастаем. Кстати, из-за победы собираем себе награду на небесах. Именно побеждающий наследует все. Потому сами по себе искушения это плохо. Но если мы имеем правильные реакции, правильные отношения, это зло может стать потрясающим добром. В том числе и несправедливость. Мы даже будем дальше изучать, что одно из самых мощных источников, услышьте меня, одно из самых мощных благословений, которые нам могут встретиться на земле из людей, через людей, это помазанники и враги. повторяю еще раз. Одни из самых мощных источников потрясающих благословений от людей, через людей, которые мы можем получить в жизни, это божьи посланники, если к ним правильно относиться. Это понятно. Но поверьте, и враги это потрясающие успехи благословения, если мы на это правильно реагируем. Хорошо. Или люди, доставляющие нам постоянно кучу неприятностей. Я хочу, что после этих тем мы рассматривали их как особую привилегию, а не что-то то, что мы хотим отделаться. Если мы имеем правильную реакцию, хотя само по себе это зло, но оно может стать потрясающим добром. Какой стих мы вчера выучили с вами? Давайте повторим это. Любящим Бога, призванным по Его изволению все. Все. Еще раз скажите слово все. Помните, я просил вас сделать еще раз это. Выберите самую ужасную ситуацию. Самую ужасную ситуацию. Самую ужасную ситуацию. И саму негодную человека. И скажите, и это содействует ко благу. Если мы имеем правильную на эту реакцию, мы сегодня учимся, как реагирует на несправедливость. Хорошо. Мы немножко с вами проходили. Я еще раз повторю. Возьмите ваши листочки, даже запишите, если у вас есть. Какая есть реакция, как люди вообще реагируют на несправедливость. Неправильная реакция. Видите, там реакция один, два, три, четыре. Это первая реакция нападения. Люди на нас атакуют кто-то, и мы атакуем взамен. Или обратно реакция. Я называю это реакцией акулы. Знаете, только чувствует опасность, она атакует. Это то, что говорит Библия. Зло за зло, ругательство за ругательство. То есть, человек атакует любого атакующего. или когда он думает, что его атакуют. Есть такая позиция в жизни человека. Он всегда на напряжении, он всегда готов атаковать. И постепенно это становится образом жизни, качеством характера, вообще поведением человека. Вторая реакция это бегство. Если он чувствует, что что-то не так, он убегает, он отстраняется. Он уходит. Потому чаще всего, когда мы сталкиваемся с несправедливостью или конфликтами, вообще опасностью, у человека в основном две главные реакции. Атаковать или бежать. Кстати, какая вам более свойственная реакция? Все, я повторю, все, все имеют это две реакции. Но одну из них выбирает постоянно, пока не стало качеством характера. атаковать или бежать. Атаковать или бежать. Кто-то прячется, убегает, отстраняется, не здоровается, не приветствуется, даже если думает, что там есть атака или опасность. А вторые готовы атаковать. Есть третья реакция. Человек начинает закрываться в себе, прятаться. Не просто отстраняется, но он закрывается в себе и начинает там вот костенеть во всем этих вещах и имеет очень много внутренних проблем, как мы говорили с вами, которые он переживает внутри себя. Я вчера вас с вами говорил, помните, кто больше виновен? Тот, кто сделал зло или который всю жизнь мечтает воздать? Помните, мы говорили, мечтает. Кто, как вы думаете, делает больше зло, ни разу внешне не воздав? Понимаете, он разрушает себя и так дальше. Это правда. Потому человек, который не воздал злом, это еще не значит, что он не воздал. Человек, который не ответил в ответ, это еще не значит, что он победитель. Человек, который не вмешался в конфликты, это не значит, что он решил конфликт. Помните, мы говорили, решение конфликта в принципе заканчивается тогда, когда я перестаю об этом говорить с собой. Когда я проговорил настолько, что я внутри свободен, и смотря на это, я смотрю как на постороннее. Это конец. Это конец. Можно считать, вот теперь решен. Но если постоянно об этом говорю, я продолжаю это делать. Итак, первое, человек атакует, отступает или прячется, закрывается в себе. И четвертый момент, это когда расширяет конфликт и использует других людей. Мы вчера об этом говорили с вами. Это разный вид из людей, которых прячется, отступает, улыбается, уходит, планирует и бегут к телефону. Понимаете, в чем я говорю, да? Они используют и атакуют человека руками других. Чаще всего человек выглядит это как наушник. Или еще более религиозно человек, который просит помолиться о молитвенной нужде. Иногда так очень религиозно это выглядит. Знаете, я не хочу там, конечно, что говорить, открывать, но надо помолиться, и дальше излагается весь перечень под таким углом. Хорошо, это используют других. Почти всегда такой человек выглядит, как наушник, манипулятор. и почти всегда отъявленные искусственные наушники выступают и приходят к этому человеку как друг и миротворец, с которым которого он атакует. Не правда ли коварно? Лучше бы уже воздал сразу, хотя это тоже ужасно. Итак, мы говорим, есть две главные реакции, атаковать или прятаться, или бежать. Третья, это прячется и костидеть внутри. Но есть люди прячась, они начинают использовать других, чтобы атаковать противника. Хорошо, манипулируя или научничая. Какая же должна быть правильная реакция? Мы с вами говорили, я кратко повторяю вчерашнюю тему. Во-первых, одна такая, ну, самая важная такая момент, когда мы говорили, не всегда нужно воспринимать обиду, то есть не ставьте завышенных ожиданий. Чем выше ожидания, тем больше разочарования, тем больше кажется, что это несправедливо. Помните, какую фразу мы сказали? В принципе, нам никто ничего. Еще раз повторите. Э, область или человек, который мы требуем завышенные ожидания и много требований, выраженные в требованиях, всегда, повторю слово, всегда, еще раз повторю, всегда, это область разочарований, гнева, чувства несправедливости и агрессивности. Всегда. Потому, чем выше ожидания, тем более мечты, розовые мечты, тем больше разочарования. Мера между мечтами и реальностью, вот эта храница, вот эта разница, это разница разочарований. Потому, чтобы не быть сильно разочарованным, нужно не завышать свои ожидания, выраженные в виде требований. Правда. он должен, я тебе пророчески скажу, где тебе будет следующий конфликт. Потому, мы говорили в следующий момент, как реагировать на несправедливость, это пропускать мимо ушей. Помните, не быть слишком щепетильным. Потому, мы говорили, мы все несовершенны, живем в несовершенном мире. И, если нам кажется, где справедливость, он же должен был так. Наверное, так. Мы тоже много должны, но не делаем. Мы должны быть потому великодуши или благоразуми для человека быть снисходительным. Скажите слово снисходительным. Проступком не своим, а чужим. А к себе нужно быть строгим. К чужим более деликатным. К своим более строжим. Тогда будет лучше. Хорошо. Следующая реакция уже мы не писали вчера, или, вернее, не говорили. Давайте следующий урок, который сегодня выучим. Я называю, постарайтесь это запомнить, он очень практичный. Пожалуйста, постарайтесь его запомнить, он очень практичный. Наверное, вы его не прочитаете ни в одной книге. Он очень практичный. Я называю эффект противоположной реакции. Давайте объясню. И вот, пожалуйста, вы помогите мне, ну, поработайте со мною. Не будь побежден злом, но чем побеждать зло? Зло добром. Добро противоположность зло. Скажите, добро противоположность зло. Если хочешь победить зло, побеждай противоположностью. Точно да наоборот. Это библейское учение. Хорошо. Теперь вы подскажите, как вы думаете, что противоположность проклятию? Что противоположность проклятию? Если вас проклинают, благословляй. Если враждуют, делай добро. Если обижают, помолись о благословении. Понимаете, что Библия говорит, одна из самых сильных побед на зло, на зло, на все плохое. Это реакция или воздать противоположным. Скажите слово, противоположным. Хорошо. Итак, если на вас орут, догадайтесь, какая самая сильная реакция мгновенно побеждает? По крайней мере, промолчать. Если болтают без остановки, говорит кратко. Хорошо. Давайте скажу такую важную деталь этой реакции противоположности. Поймите, что она работает очень сильно. Это как холодное и горячее. Например, когда на вас орут, ответьте спокойно. И меряра внутреннего спокойствия и краткости полностью гасит агрессивность крика. Кто знает, о чем я говорю? Если, допустим, наседают на вас, отвечайте мягко. Если агрессивны, будьте доброжелательны. Если пришли со злобой, встретите с улыбкой. Хотя хочется также ответить тем же. Если проклинают, делают зло, если многословят, будьте кратки, втягивайте слово, в ссору, уклоняйтесь. Сплетничают, хотят, чтобы вы развесили уши. Что делаете? Закройте их. Ты послушай меня. И это, говорят, со злом. Что нужно делать? Мононимно перестать слушать. И это библейское учение. Если безжалостно судят, ответьте с юмором. Если, например, наорали, давайте остановимся на одном, наорали, ну, одно, мне очень большое перечень, это хватит надолго, хотя бы одно, наорали на вас, наорали, пришли, наорали. Знаете, что нужно делать? Это всегда работает. Вы передаете, ответьте спокойно, и знаете, попросите, что сделать? Повторить. Работает безотказно. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Когда я понял эту закономерность, она работает потрясающе. Вот представьте себе, человек наорует. Во-первых, позвольте ему это сделать, пускай выдохнется, пускай, ну, 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 пар выпустит. Понимаете, о чем я говорю, да? И так он с огромным паром пришел на вас, выплеснул все. И теперь я говорю, слушай, это интересно, а ты повтори, пожалуйста, еще раз. Скажите, может ли он, хватает ли у него пара на следующее повторение? Кто знает, что мы никогда не наговорим в спокойной обстановке то, что говорили в гневе? Кто знает, что мы никогда не поговорим спокойно то, что наговорили в гневе? Он не сможет. Но если уже даже сможет, можно еще раз просто посоветовать. Пожалуйста, только делайте это добродушно. Это сильное оружие, убивает нам повал. Используйте правильно. Когда он будет повторять, уточните детали. Да? А ну, повтори вот это. Да? А по имени... Вы поняли меня, да? Это убивать нам повал. И поверьте, что это не коварство, это мудрость. Как вы думаете, если вы сделаете это правильно, станете ли вы более зрелыми? Этот конфликт вас сделает более зрелыми? Поверьте, внутри вы точно будете торжествовать победу. И не зло торжествовать, а по-настоящему. Потому есть момент, но когда человек выпустит пар, чаще всего он так еще попытается сильнее разозлиться или скажет, да ну тебе, и ушел. Все, закончилось. Это победа. По всей вероятности, я повторю, еще никогда никто не пожалел о том, что не сказал о гневе. Ибо гнев человека не может не творить, да и не может творить праведности Божьей. Что мы говорим, в гневе всегда неправильно. В общем, мы всегда глупо. Потому что мудрость и гнев или сильные эмоции это несовместимо. Все, что мы говорим о гневе, это всегда глупо. Потому человек, когда человеку говоришь, повтори еще раз, в принципе, в принципе, он увидит себя со стороны и повторить почти никогда не сможет. Потому что, говорил Иисус, если ударили по левой, ну повторите, не забудьте улыбнуться. в улыбку не бьет. Я знаю, о чем я говорю. В улыбку не бьет. Если удар по правой так тебя обрадовал, если он настоящий враг, он никогда не обрадует тебя еще раз, ударивши по левой. бьет в агрессивность, но не в улыбку. Это величайшая тайна победы, которую Иисус открыл в Евангелии. Это эффект противоположности. Это очень объемная тема, потому что я сказал вам в таком сжатом виде. И так, еще раз давайте повторю. Очень важно реагировать точно наоборот, то, что сделали. И в этом является победа. Если это зло, всегда должно быть этим что? Добром. Проклятие, благословение, гнев. Интересный момент. Мы должны быть достаточно гибки. Понимаете, есть сила, огромная сила в гибкости. Мне понравилась одна мама, ну, мудрая мама, или не помню, может быть, это не мама, просто старшая женщина, ну, не знаю. Она советовала одной невесте. Она подошла к ней и говорит, знаешь, пригибайся пониже, чтобы когда Бог будет говорить с вами, ему уже досталось. Мы бываем слишком рассчитываемся за себя. Ну, простите, я скажу так не библейским языком, что Бог уже и делает, там нечего устанавливать справедливость. Мы сами решаем все. Если есть зуб, значит, 32 зуба, не успокоятся пока все. Это наш закон справедливости. Но Бог запретил, скрыть это слово, запретил, судить и воздавать. Скрыть эту фразу, Бог запретил судить и воздавать. Аминь. А как же насчет справедливости? И знаете, что он сказал? Доверь этот вопрос мне. Давайте повторим эту фразу. Что Библия говорит? Что Бог сказал нам? Не судите и не будете судить тем более не мстите. Ну, что делать? А как же справедливость? Как насчет справедливости? Мы же кричим справедливость. И Бог говорит успокойся. Я даю тебе обещание, что я решу вопрос справедливости. Но если ты позволишь мне это сделать. И так мы говорили слово не мсти. А что же делать? Месть это не то есть не мстить это несправедливо. Если у вас есть Библия или просто запишите, наверное. Что говорит Библия? Запишите хотя бы три места. Их намного больше. Их очень много. Но хотя бы три. Первое место это книга притч. 20 глава 22 стих. Притчи 20-22. Услышь ее внимательно. Не говори в данном случае в сердце. Я отплащу за зло. Я бы подчеркнул слово я. Не говори даже в сердце. Не допускай мысль в сердце, что все-таки когда-то рассчитаюсь. Хотя всегда будет искушение это сказать. Скажите эту фразу. Всегда будет искушение это сказать. Это правда. Не говори даже в сердце. Я отплачу за зло. И дальше. Представь. Представь. Поставь. Представь. Положи. Господу это дело. И Он сохранит тебя. Почему мы не должны мстить? Скажите фразу, чтобы сохранить себя. Ну, скажите. Чтоб сохранить себя. И Бог говорит, жалея тебя, ты с этим не справишься. ты себя разрушишь. Потому не делай этого. Даже не мечтай. Искушение всегда придет. Но ты всегда должен сказать нет. Первое. Нет. Я не буду это делать. Я не могу это делать. Это меня разрушит. Бог сказал, не делай это, разрушит. Подролей себя, это тебя разрушит. Ты не можешь, это тебя разрушит. потому возьми этот представ, положи передо мною, перед моим престолом это дело. Есть в Библии такой момент, когда люди писали зло царю. И он взял это письмо, пришел и прочитал перед Господом. Он пришел, прочитал перед Господом. И это был человек Ветхого Завета. Вот это есть представить. Всемогущий Бог, мне очень больно. Это люди так говорили. Эти люди так поступали. Сейчас я это провозглашаю перед тобою. Я ложу этот перед тобою. И отдавши тебе, я ухожу свободный. Пожалуйста, представьте, что перед Богом не забирайте назад. Бог будет решать только то, что вы там оставили. Бог будет решать только то, что вы там оставили. Бог будет решать только то, что вы там оставили. И еще, Бог говорит, повторю еще раз в этом тексте, не делай этого, твой суд не будет правильным, твое возмездие не будет справедливым, ты не способен дать оценку, ты не способен дать отомщение, ты не способен установить справедливость. Только в моей власти это сделать, я возьму эту тяжелую работу, и я обещаю тебе, я вас дам, скажите, что Бог сказал, я вас дам, я решу, я это сделаю, и это сохранит тебя, скрыть эту фразу, это сохранит меня, трижды повторите, пожалуйста, это сохранит меня, это сохранит меня, это сохранит меня. И он сохранит тебя. Скажите, сколько людей разрушает сами себя, вставая в позицию судей и мстителя, даже в своем сердце. Представьте себе, если человек, сколько десятилетий всю жизнь сидят в положении судей и мстителя, обижаются еще, может быть, на родителей в детстве. Они даже не сходили с этого судей, на них нарисовано, кстати, на лице, что они там сидят. Даже форма морщин говорит, что они судьи. И походка говорит. Заходит человек, и ясно, на нем просто нарисовано это все, он уже привык так сидеть. Поймите еще одну деталь, я сейчас скажу, не как христианин, не как, это я скажу, как с точки зрения медицины. Что наше тело, даже на уровне клеток, это научное исследование последних лет, я детально это изучал, ведут себя так, как ведет себя душа. Наше тело, даже ученые говорят, на уровне клетки, клеточном уровне, ведут себя точно так, как в каком состоянии душа. Это знал Соломон, я когда читал, возрадовался еще больше трех тысяч лет назад. Что он говорил? Не будь мудрецом в глазах твоих. Видели людей, болезни мудрецов? Физические болезни. Удаляйся от зла. Это будет здоровьем для тела твоего и питанием для основ тела. Или для костей твоих. Так что если я умняк, такое слово, простите, и если я слишком во зле, неважно в чем, борец за справедливость, неважно за что, против кого. Обязательно мое тело будет разрушаться. Это Соломон говорил. А ученый говорит, каждая клеточка будет вести себя так же. Я слезал лекцию. Говорят, что, допустим, клеточка в нашем теле на самом молекулярном даже уровне, если человек находится в страшном стыде, она даже стыдится, такое слово назвал ученый, питаться полноценно. Если душа в депрессии, в унынии, вся прекращается или, по-другому, услабевает иммунитет, ослабевает даже вживительные движения клеточек, они ведут себя как подавленные, и они засыхают от малого питания. Потому что, говорит Библия, унылый дух, о, вау, об этом знал еще Соломон 3000 лет назад, ученые сейчас добираются. И они научно показывают, доказывают правильность Библии. Потому что на лице человека видно, в каком состоянии его душа. Кстати, интересно, даже сейчас в консультировании, когда я встречаюсь с человеком с душой, почти безошибочно называю физические болезни. Потому что определенные эмоции поражают определенную часть тела. Потому что интересный момент сказал здесь Иисус, то есть Бог, через Соломона. Не мстите за себя, не говори сердцу своем даже, что я отплачу. Отдай Богу эту трудную работу, которую ты выполнить не можешь, и Он сохранит тебя от саморазрушения. Но скажите, Ходрос Аминь, еще раз. Следующий момент. Нига Придж 24, 29. Похожее место. Не говори. Это то же самое. Как Он поступил со мною, так и я поступлю с Ним. Я Господь воздам человеку по делам, по заслугам его. Что Бог обещает? То же самое начало, но другое конец. Не говори даже в сердце своем, я воздам. А дай Господу. И Бог говорит, я обещаю, что я установлю справедливость. Я установлю справедливость. Ну простите, пожалуйста, сделайте, что я попрошу. Скажите друг друга, ты с этим не справишься. Скажите, пожалуйста. Не стесняйтесь. Еще раз повторите, ты с этим не справишься. А теперь еще раз скажите соседу с другой стороны. И я тоже. Я не справлюсь с этим. Это невозможно. Это нереально. Это невозможно. Потому Бог говорит, да не делай вообще. Почему я на эту тему говорю? Сегодня весь мир в безумии войны за справедливость. Дай только повод быть патриотами. Следующая притча, я читал 24-29. Следующее место, я только возьму 4 места, больше не буду. Римлянам 12, 17, 19. Римлянам 12 глава, 17, 19 стих. Никому не воздавайте злом за злом. Но пекитесь о добром, пред всеми людьми. Пекитесь или заботитесь. Проявляйте активность. Если возможно, с вашей стороны, или если это зависит от вас, или сделайте то, что зависит от вас, чтобы быть в мире со всеми людьми. И дальше. Не мстите за себя возлюбленные. Но дайте, представьте, дайте возможность, дайте, ну, право, наконец-то, место гневу Божьему. Ибо написано, это Божье обещание, мне отчение, я воздам, говорит Господь. Понимаете, человек, мститель не верит Богу. И в какой-то мере мститель прав. Знаете, в чем проблема, почему так трудно ему доверить? Во-первых, так хочется сделать прямо сейчас. А Бог удивительно долго терпит. Кто знает, что это правда? Нам не нравится время, которое Он сделает. Нам так хочется сейчас. Он удивительно долго терпит. Кто об этом уже знает? Удивительно долго терпит. Это проблема. Мы ждем, ждем Божья, пока уже целые два часа прошло. Он собирается вообще 20 лет терпеть. Он вообще собирается 20 лет терпеть. Это ясное учение Библии. Он долго терпит. Он пообещал, я буду терпеть долго. Да, это правда. Правда, иногда сразу дает. Он говорит себе, Моисею, я долго терпеливый. Скажем так, у него терпения не занимает, как говорят. Он долго терпеливый. И это большое смущение. Боже мой, когда уже старый, а до сих пор, Боже, как это все? Потом написано, не скоро совершается суд над худыми делами. Оттого цены человечки не боятся там делать зло. И человек такой какой-то говорит, ну и что ты отдал Богу, ну и что, ну и что, я живу, как жил. Мы дальше будем говорить не больше того. Иногда Бог не просто дает свободно жить, а дает мощно процветать. И дает успех возле. Но еще большее, что нас смущает. Знаете, что нас смущает, когда мы предаем Богу? Его милосердие. Предоставил Бога, а он взял и помиловал. Кто понимает, о чем я говорю? А он взял и помиловал. А он взял и помиловал нашего противника. И дальше что? И мы где-то понимаем, что у Бога есть две качества характера, которые мы восхищаемся, но в таких случаях они нас смущают. Он слишком долго ждет. И это часто. А второй, он очень милосердный Бог. Хорошо. Итак, Библия говорит, не мстите. Ну а что же делать? Расскажите Богу. Но только повторю, уходя от Господа, не забирайте назад это прошение. Я хочу к заключению этого урока еще кое-что сказать. Каждый раз, когда мы представляем Богу, мы, во-первых, доверяем Ему. Каждый раз, когда мы представляем Богу, мы подчиняемся Его Слову. Каждый раз, когда мы отдаем Богу, мы верим в Его правосудие. Каждый раз, когда мы причиняем Богу, и Бог иногда медлит, не для делающего зло, а для человека, борющегося с местью. Почти всегда Божье правосудие будет включено тогда, когда обиженный от души благословил обидчика. И пока он не готов к этому прийти, он, Бог, милуя обиженную сторону, не воздает обидчику. Ого, как запутанно. Давайте я повторю еще раз. Почему Бог долотерпит? Услышьте, пожалуйста. Он чаще всего, жалея обиженную сторону, не скоро и не сразу воздает обидчику. Почему? Потому что обиженный будет радоваться воздаянию, насколько, насколько он его не простил. Или такое слово, злорадствовать. Даже в хвале Богу, велик мой Бог, совершивший справедливое, аж мне понравилось помещение. И в таких случаях мера злорадства – это мера разрушения. Почему Бог не вмешивается сразу? Отвечаю. Возможно, потому что хочет пожалеть обидчика. Но больше всего он не хочет мщением разрушить сердце обиженного. И пока не готов обиженный, Бог, милуя обиженного, не воздает обидчику. Кто меня ничего не понял? Я бы, если вы поняли, сказал бы, аллилуйя, милосердию Божьему. Ну, скажите еще раз, слава Богу. Ну, кто любит Господа, скажите слава Богу. И кто доверяет Ему, слава Богу. Этим премудрость Бога. Хорошо, я, наверное, закончу эту часть и пройдем немножко чуть-чуть дальше. Итак, мы сказали, что важно простить и вопрос справедливости отдать в руки Бога. Это очень трудно. Тогда я возьму еще у нас пару минут. Еще что такое прощение? Прощение. Прощение. Скажите, прощение это справедливо? Прощение всегда несправедливо. Скажите эту фразу. Прощение всегда несправедливо. Что справедливо? Око за око, зуб за зуб, ожог за ожог, вол за вола. Кстати, даже пять волов за один вол. И чередыри овцы за одно овцо. Даже за один зуб плюс 20%. Это справедливо. Прощение всегда несправедливо. Потому, когда человек требует справедливости, он не готов прощать. Когда человек наполнен духом, войной за справедливостью, он никогда не готов прощать. Потому, что прощение это несправедливо. Что такое прощение в сути своей? Это акт милости, но несправедливости. Простить – это объявить виновного невиновным перед нами. Повторю еще раз. Простить – это объявить виновным невиновным перед нами. В Библии есть такое выражение, что Бог оправдывает нечестивого. Слушайте себя там. Бог, судя справедливый, оправдывает на своем справедливом суде нечестивого. Вы хотели бы пойти к суде, который бы всегда оправдывал нечестивых? Вы хотели бы судиться у судьи, который оправу бы отдавал нечестивых? Который бы принимал бы ворогов. И покрывал беззакония беззаконных. Уловите еще раз, это библейские выражения. Бог оправдывает нечестивого. Он говорит, и ты так делай. Это не значит, замазывай ее проступки, это не так. Сама идея прощения подразумевает, что я признаю ее вину. Если он не вину, зачем я прощать? Я говорю, да, он преступник, да, он виновен, да, он тоже сделал это, тоже. Но я говорю, я его считаю перед собой невиновным. Прощение – это объявить невиновного, виновного, невиновным перед нами. Это полностью акт несправедливости. Потому и борцы за справедливость никогда, 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 никогда не способны прощать. Подумайте, сколько сегодня на нашей бывшей родине патриотов. В церквях тоже. Войня за справедливость. Это беззаконники, не способны никак прощать, никого, никак. Не заражайтесь этим духом. Какие бы факты ни были, Бог оправдывает нечестивого. Не потому, что он замазывает ее беззаконие, но потому, что он весь гнев, вы знаете, суд обрушил на сына. На кресте прежде всего была явлена справедливость, а потом милость. Сначала справедливость смерти сына. Бог подписал ему приговор – смерть. Бог предоставил отдать его мучению. Бог это написал. Бог это решил. Исайя пророчески говорит. Ибо Господу было угодно поразить его, и он, Бог, предал ему мучению. Это было справедливо. Потому что он взял весь суд на себя, и справедливо было, говорит, смерть – мучение. И только совершивши справедливость, он проявил милость. Скажите, он совершил справедливость, потом что проявить милость. Бог не замазал грехи. Бог покрыл их. Бог уничтожил их. Но милосердие Божие объявило беззаконных оправданными. Бог говорит, так и вы делаете. Но он же виновный. Он такое сделал. Да, сделал. Как замазать? Нет, не замазать. Само прощение подразумевает, что я признаю его виновным, но при этом я говорю, что он передо мной, объявляя невиновным. Простить – это объявить невиновным. Простить – это отказаться в сердце, в душе от воздаяния. Скажите, воздаяние. Простить – я прощаю, то есть я отказываюсь от воздаяния. В разуме, в сердце, в душе, в поведении. А как же справедливость? Вот тогда мы говорим о вопрос справедливости. Я даю в руки Божьи. Божье. Прощение, услышьте, пожалуйста, еще раз. Это акт послушания, акт покорности тому, кто несправедливо нас простил. Я прощаю, потому что Бог сказал, а не потому, что Он заслужил мое прощение. Я прощаю, потому что Бог в их листе просил меня. Вы не хотели сегодня в сердце выйти, сесть в судебное кресло и подписать, возможно, одну, а может быть, десяток, петиций? Отпускаю. Объявляю невиновным. Передо мною, но не перед Богом. Вы хотели бы эти петиции отправить перед престолом благодати и там забыть о них и ходить в победе и свободе? Простить это объявить невиновным. Да, виновного. Повторю, это не замазать грех. Повторю, это не просто снисходить. Я говорю, это осознавать, что Он преступник. Ну и осознавать, что я покорный Ему. Это сказать себе, своему сердцу, что я навсегда отказываюсь от мести. Я всегда отказываюсь от воздаяния. Это сказать Бог. Теперь с этого момента этот вопрос в своих руках. И даже если придется долго ждать, я знаю, долгого терпения, это Твое милосердие и ко мне. Возможно, я не готов, чтобы Ты явил справедливость, потому что это выразит во мне злорадство. Хвалу Богу за справедливость. А теперь самое главное. Живым мы это не сделаем. Только прошедшим внутренне через, не знаю, сораспятие. Где-то, чтобы такое прощение дать от души, от сердца, но просить это слово нужно убить себя. Все живое в себе. Кто знает, что это правда? Все свои эмоции, амбиции, боль и горечь. Это тяжелая агония. Я говорю сейчас о настоящей обиде. Мы не хотим прощать, потому что они способны умирать. Мы готовы быть слушателями, но как редко кто готов быть последователем. А в Иисусе написано, что он, страдая, не угрожал. Он, страдая, не думал о воздаянии. Он, страдая, даже Иисус предавал, предавал, скажите слово, передавал. Еще раз. Передавал. Вопрос справедливости. Отцу. И потом говорит, а теперь идите по моим следам. Сегодня церкви наполнены слушателями, даже конспектирующими. Но какая редкость последователей. Повторю, сегодня хорошие уч-студенты, которые сдают хорошие экзамены. Возможно, полные головы. Но какая редкость последователей, идущие по его стопам. Поверьте, что последователям, последователям Христа, учеником Христа, без двух вещей вообще невозможно идти. Даже с полными головами богословия. Нужно только, только можно, через то, что Библия говорит, только через отвержение себя, и только со Христом. Без Христа за Христом идти невозможно. Без сораспятия вообще это сделать невозможно. Это нереально. Потому сегодня церкви наполнены, простите за, может быть, жестко или строго, я не знаю, слушателями, даже знающими, даже проповедующими. Но какая редкость последователями. Кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником или последователем. Он вообще не достоин меня. Кто не возненавидит самые сильные привязанности в жизни, даже к папе и маме, даже к жене или детям, даже к своей жизни, то он не может, просто не может, даже когда хочет быть моим учеником. Есть слушатели, есть конспектирующие, есть знающие, есть даже проповедующие. Но это совершенно другое, последователи. Последователи, это идти по его стопам. И особенно, как раз в вопросе прощения и вопросе мести или справедливости. Повторю еще раз, он, страдая, не угрожал. Он предал то Богу. Он говорит, идите по моим стопам. Почему у нас клокочет? Потому что слишком живо. мы сейчас подошли к главной теме, это только начало. Это перекресток. Дальше в этой теме будут только два категории людей. Или слушатели, или последователи. Потому что то, что мы будем говорить дальше, это намного тяжелее, то, что мы сказали до этого. Или слушатели, или последователи. Или знающие, или исполняющие. Но повторю, это перекресток креста. Это перекресток ни больше, ни меньше смерти. Это или живой и слушатель, или умер и последователь.